Приготовьтесь увидеть самую грустную, эмоциональную и эпичную анимацию по Майнкрафту, которая раскрывает всю историю Стива и Алекс. Как довольно несложно догадаться, сюжет разворачивается вокруг Стива и Алекс. И что между ними такого интересного? Сейчас мы видим и узнаем. Между ними что-то есть. Они, возможно, лучшие друзья, которые вместе проходят через различные приключения в жизни. Например, прямо сейчас они создают совместный портал ВАД и, окей, они отправляются вместе сражаться со всякими пиглянами или выбивать себе блейзовые палочки. Они попадают в ВАД и, казалось бы, что может случиться в Аду? На самом деле много чего там. На них просто ГАЗ может опасить и Фрид или кто угодно, Хоглин, например. Вот, в принципе, он и пытался их убить, но я более чем уверен, что Стив и Алекс подготовлены, потому что это профессионалы, камон, они уже пережили через огромное количество приключений. Я уверен, что они же не пришли с пустыми руками? Стоп, они пришли без брони. Они пришли без брони в АД. Так, а что, с пустыми руками? Да не, а, окей, окей, у них хотя бы есть Алекс. Я так понимаю, Алекс выступает в качестве защитника. У нее хотя бы топор и... Что-то эта музыка меня не вдохновляет. Что здесь происходит? Почему скелеты, визоры и Гасты сражаются между собой? Иными словами, в Аду происходит какая-то битва и почему-то это битва адских монстров. Почему они, что они не поделили? Окей, оу май гад, что это было? В комментариях под роликом говорится, что это одна из самых эпичных анимаций в мире. И я хочу узнать, почему. Окей, я вижу визора, но что-то здесь не так. Йоу! Что у него за рукавами, вы видели? Какие-то лазеры. Что-то современный визор. Окей, у него есть какая-то способность каких-то голубых лучей. Тихо. О, нет, мне тоже не нравится. Стив и Алекс сегодня, придется непросто. Им нужно будет сражаться с какими-то лучами, типа. Йоу! Оу! Что? Что? Что здесь вообще происходит? Это, это, я, это человек, это Супермен в Майнкрафте. Что? Посмотрите на его способности. И Стив и Алекс пришли с щитом и трезубцем с ним сражаться. Оу. Что? Оу май гад. Что это только что было? Прошла одна минута анимации, а я уже в шоке. Это было красиво, но это страшно. У него один глаз белый. И, окей, я, я, я не знаю, как вы выживете, ребята. Удачи, как говорится, гуд лак. Да, все довольно непросто, но он убегает? Интересно, почему? Нет! Он забирает их с собой. Алекс потерял осознание, а Стива забрали в заложники. И это немножечко страшно. Теперь его, видимо, связали, держав заперти. Оу. Кстати, они почему-то взяли пиглинов. То есть, подождите. Неужели пиглины какие-то враги? Они же тоже адские обитатели. Это вопросы, которые требуют ответов. Я не знаю, почему, но они всех связали. Они связали, и смотрите, только что появился визор-скелет из какого-то цветка. Это вот этот цветок-иссушитель. Я не помню, как он называется, но неужели там появляются иссушители? Я об этом даже не знал. Тем временем, пиглины работают на скелетов. И что-то здесь нечисто. Неужели скелеты захватили? Йоу! Захватили какую-то власть в адском мире? Тут огромный замок. И, ха, окей. Этот чувак явно здесь за главного. Или, по крайней мере, пока что. Интересно узнать, что же конкретно здесь происходит. И почему этот чувак с одним всего лишь белым глазом? Оу! Мне кажется, когда... Да, это вспышка из прошлого. Эта вспышка из прошлого нам показывают, почему он стал злодеем. Итак, в обычном мире, жители деревни, все в порядке. И что-то все его боятся. Он собирает какой-то цветочек. И он превращает его в темный цветок. В какой-то иссушающий. Стоп. Возможно, он родился с какой-то неприятной способностью. И все его теперь боятся. И, о май гад. Именно из этого цветка и начали появляться скелеты. Они начали убивать всех в его же деревне. И случайно, случайно он всех убил. Окей. Кажется, я понимаю, почему он стал злодеем. Мне кажется, его вынудила жизнь. И причем, хоть он этого и не хотел, но теперь это не важно. Потому что вся деревня из-за него пострадала. Судя по всему, его хотят изгнать. Да, его отправляют в адский мир. И, оу, мэн. Он еще даже толком не повзрослел. А уже его выгоняют. Ему придется теперь самостоятельно как-то выживать. Интересно, что будет дальше. И теперь все, они его там закрыли. Чуваки, ну это тоже как-то неправильно, я считаю. А, немного по-злобному. Окей, он попал в ад и просто сам. Без кого-либо остался. Это грустно. И тут его нашли пиглины. Тут его нашли пиглины, которые решили с ним подружиться. Какой-то маленький пиглиненок, который танцует рядом с ним. Видимо, так он с ними и подружился. А, окей, это интересное начало, но это еще не все. Ведь только на этом как раз таки все и начинается. На том, что он подружился с пиглинами. И со временем, видимо, решил стать их лидером. Для того, чтобы построить свою адскую цивилизацию. Вместе они собирали золото. Вернее, нет, он давал им золото, а они ему предметы. И они спали на Бэдроке. И сражались со скелетами. Вот скелеты почему-то со всеми не дружат. Это скелеты выступают как злодей, а пиглины наоборот, как друзья. Они уже хорошенько подружились. Общаются с пиглинами как братья. И, оу, тут скелет охудится на пиглина. Чуваки, надо помочь. Летс гоу! Они отправляются на миссию. Они отправляются спасать своего брата. Держись от него подальше. Так, все спасены? А, они вызывают бригаду. Смотрите, они вызывают на помощь. Чувак, 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 осторожно. Не кипишуй. Братан, просто уйди по-хорошему. Что в итоге? Они как будто общаются между собой. Потому что он наполовину состоит из визор-скелета. И он ему кланится. Оу, май гад. Он родился злодеем, хотя того не хотел. И это грустно. Это реально грустно. Теперь пиглины, наверное, не знают, а стоит ли с ним дружить. Потому что, в теории, внутри него плохая кровь. Оу, май гад. Вот это, я понимаю, сюжет голливудского фильма. У нас разворачиваются тут события. И мне кажется, теперь он потерял своих друзей. Да, только что он просто взял и лишился всех своих друзей. Потому что наполовину его лицо состоит из визора. Стоп. Но один пиглин все же его защитил. То есть, один пиглин понимает, что главное не снаружи. Главное, что внутри. И вот как раз-таки внутри он хороший человек. Окей, а смотрим дальше. Король пиглинов не одобряет такое решение. Они стреляют. Оу, май гад. Нет. Нет, 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 нет. Это ужас. Они взяли? Они взяли и выстрелили, убили своего. Теперь я понимаю, почему эта анимация такая грустная. Это вообще неправильно. Если вы досмотрели до этого момента, напишите в комментариях. Жалко пиглина. Потому что это реально неправильно. Они взяли и убили своего. И теперь продолжают стрелять. Оу. Причем скелет всеми силами его защищает. Как же все запутано, кто где добро, а где зло. Вообще не поймешь. В итоге, обстоятельство вынуждает его покинуть все. И просто в очередной раз остаться навсегда одному. Окей, это реально печальная и грустная история. Но надеюсь, у него будет хороший конец. Что мы видим дальше? Ему грустно. Нет, ему очень грустно. Да, вот это будет правильнее. Он потерял друзей. В принципе, все. И остался опять один. Что он в аду вообще может делать один? И даже толком без еды. У него только что начал светиться белый глаз. Мне кажется, это тот самый переломный момент, когда он начал меняться. И теперь он стал злодеем. Теперь, судя по всему, он поменял свой клан. И теперь он работает не с пиглинами, а со скелетами и с сушителями. Судя по всему, он садится на трон. И теперь он у них король. Окей, я правда немного переживаю. Если он теперь их король, что же он им будет назначать? Типа пойти устроить конкретную битву с этими пиглинами? Это было бы некрасиво. Но он сидит на троне. И в это время мы возвращаемся к Стиву, которого заставили работать. Теперь мы, видимо, в настоящее вернулись. И заставили Стива копать золото. О, мэн! Это тут вообще неприятно! Сзади толкают. Еще и связали. Это реальный ад. Типа, окей. Место неприятное. Но здесь взяли в заложники не только Стива, а еще и пиглинов. Судя по всему, у нас происходят скачки между временем сейчас и прошлым. Сейчас мы видим, что происходит на данный момент. И мы видим Стива, который пытается сбежать. Чувак. Ой, 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 ой! Окей! Настоящий Джекичан, дорогие друзья. Он толкнул ногами обсидианову дверь, она открылась! Чувак, ты, конечно, пересмотрел фильмов. Итак, он пришел к нему в гости. Что ему скажет король? Стив, тебе ничего не сделал. Если когда-то в прошлом тебя обидели, то это был не он. Это был не Стив. Посмотрите на грусть его в лице. По сути, и тот, и тот люди. И они должны как братья друг другу помогать. Но он только что показал рукой то, чего... Нет, нет, нет. Окей, судя по всему, они отправляют его казнить. Они, наверное, будут убивать Стива. Но я не понимаю, это несправедливо, что он сделал. Стив вообще ничего не сделал. У него порванная одежда. Посмотрите, как нелегко ему живется. И его отправляют в лаву. Окей, нет, нет. Я закрою глаза. Если он будет туда падать, я закрою глаза. Я не буду на это смотреть. Нет, пожалуйста. Я верю. Я верю в хороший конец. Неужели он реально им скажет, чтобы они его туда столкнули? Нет. Нет. Не толкай. Что он тебе сделал? О май гад. Оттуда прилетела стрела. Откуда прилетела стрела? Йоу. Что это такое? Посмотрите на всех этих людей. На Гастов и Фритов. На Алекс. Они все пришли, чтобы его спасти. Они все пришли ему помочь. О май гад. Мне это уже начинает нравиться. Летс го. Он убегает. Скелеты готовы. И сейчас начинается реальная драка. Вы только на это посмотрите. Что? Я даже не буду это комментировать. Типа я не успею. Это жесть. Его растоптала магма. Даже Барсик укусил его за лапу. Вау. Это просто жесть. Конь только что помог Барсику. Но Стива. Стив сам себя спас. Хорош. Прямо как Джеймс Бонд. Прямо как в фильмах. Агент 007. Летс го. Итак. Пиглины. Пиглины слышат, что там что-то происходит. Эй. Продолжай работать. Говорит он ему. Ладно, ладно. Но Пиглин понимает, что кто-то пришел на помощь. А ну не рыпайся. Говорит ему. Не рыпайся. Продолжай работать. Иначе я тебя убью. Я уверен именно так он ему сказал. Йо. Явился Стив. Стивенс. Давай. Помогай своим. Окей. Они распределяют работу. Распределяют задачи между собой. Итак. Летс го. Ха-ха. Это круто. Окей. Сейчас у нас начинается реальная битва. Все, что было до этого момента. Просто пустяки. Потому что теперь Алекс пришла спасать Стива. И вау. Это реально круто. Но. В это же время. Скелеты и слушатели. Тоже готовы. Они идут нападать. О. Хорошо, что у вас хотя бы алмазная броня появилась. А то до этого вы дрались без ничего. Йоу. А Алекс, кстати говоря, как реальный Джеки-чан. Типа, посмотрите, как она дерется. О май гад. Окей. Он танцует брейк-данс. Я вообще не понимаю. Это круто. Это реально круто. Настоящие ассасины в действии. В Майнкрафте причем. Неужели они вдвоем? Йоу. Она три с омсом придерживает дверь. Это вообще круто. Неужели они вдвоем сейчас будут всех убивать? Да? Да? Что вот это вот такое? О май гад. Нет. Это слишком круто. Что здесь вообще творится? Они. О май гад. Это слишком круто. Но смотрите, какой технологией он обзавелся. Какой-то джетпак. И судя по всему, этот джетпак он сейчас будет применять для того, чтобы их убить. О май гад. Еще и лазеры какие-то. Нет, пощади нас. Нет, пощады никому, он говорит. И. О май гад. Что он разрушил его щит? Он просто, он начинает летать. У него мало того, что джетпак. Какая-то магия. Это жесть. Что он только что сделал? Он просто взял и разрушил пол стены. Мама миа. Что это за способности? Где ты раздобыл такой джетпак? Я не знаю, где он его взял, но окей. Ребята, желаю вам удачи. Типа, как говорится, всем спасибо, всем пока. Йоу. Щит. Спасет ли щит от этой магии? Алекс. Алекс придерживает его как может. У него не хватит силы. Окей. Щит здесь уже просто не нужен. О, он отоднул Стива. Он пытается убить Алекс. Стив, давай. Она спасла тебя. Пришла твоя очередь. Теперь ты должен спасти ее. Давай. Нет. Ее щит сейчас ломается. Стив. Хорош. О май гад, что он делает? Посмотрите. Что он творит? Вот это вертухи-сальтухи. Что? О май гад, что он его спас? В последний момент он решил его спасти. И не дать ему умереть. Потому что Стив не такой, как он. Он не хочет никого убивать. Стой. Нет. 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 Только не говорите мне, что он умрет. Серьезно? Я просто в шоке. Я не знаю, типа, ну, внутри, внутри. Он явно не злодей. По крайней мере, не был он раньше. Его испортило все вокруг. И Стив и Алекс. Они пытались его спасти. Типа, они реально пытались. То есть, просто Стив не справился. И теперь ему грустно. Если честно, мне тоже грустновато. Потому что я не ожидал. Типа, стоп. Возможно, это еще не конец. Или это конец? Да ладно? Да ладно? Давай. Пожалуйста. Давай. Есть. Отживай. Что за жесть?